20 июля по народному календарю праздник Авдотьи Синогнойки. Название Синогнойка праздник получил по причине высокой влажности воздуха и большой вероятности осадков, из-за чего трава в стогах преет и гниет. Если в этот день пойдет дождь, то он прекратится только через 50 дней. Есть поговорка «Дождь на Авдотью сено испортит». Родившиеся 20 июля будут всем обеспечены, хотя такие люди неисправимые лентяи. Народный праздник Авдотья Синогнойка отмечается 20 июля, по старому стилю 7 июля. В церковном календаре это день почтения памяти преподобной Ефросинии. В миру Евдокия, в русской традиции Авдотья. Другие названия праздника. Евросиния, Евдокия, Фома, Купальница. В народе в этот день говорили «Фома серпы ладит, пора пришла в поле спину гнуть, кланяться ржей матушке». Повсюду в деревнях звенели наковальню, крестьяне готовили серпы к жатве, точили косы. Евдокия жила в XIV веке. Она была дочерью Суздальского князя Дмитрия Константиновича и его супруги Анны. В 1366 году вышла замуж за великого князя московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздальем. Княгиня отличалась благочестивостью. Была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов. Включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия втаяния от всех соблюдала строгий пост. А под пышными княжескими одеждами носила вериги. Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовки сена. Считалось, что если в этот день начнутся дожди, то идти им еще несколько недель, а от большой влажности сена, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали, сгребешь сена в кучи, так не страшны и тучи. На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенце. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освещали. Для этого дня существовало много разных обрядов. Когда женщина женала первые колосья, она делала из них пояс и, подвязавшись им, произносила, как матушка Рож год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала. После жатвы бабы катались по Ниве, приговаривая, Нива, ты, Нива, подай мою силу. Делать это нужно было без посторонних глаз. Когда жали овес, первый сноп ставили в переднем углу избы, а после обеда или ужина этим снопом выгоняли из дома мух. При этом говорили, мухи вы, мухи, вступайте вы вон. Мы свою работу кончили, простору нам давайте. Этот сноп хранили до осени, а в день покрова Богородицы, 14 октября, угощали им лошадей, коров, овец и коз, чтобы они лучше ели приготовленный для них на зиму корм. Распространены были и гадания. В день Авдотьи и после жатвы бросали в Ниву серп. Если серп воткнется в землю, это предвещало смерть того человека, на которого гадали, а если ляжет плашмя на землю, счастье. Именины в этот день. Александр, Антон, Герман, Евдокия, Ефросиния, Никон, Остап, Павел, Поликар, Сергей, Фома.